детские салфеточки и как делаю я открываем тут я наклеечку уже сняла ребенку отдала может быть и влажный может быть сухие я не знаю короче мне без разницы я туда сейчас буду заливать водичку вот бывает это у меня очень много времени то я их прям отжимаю несколько раз потому что я потеряю попку ребенку чтобы ничего там не было такого раздражения все потом я чуть-чуть отожму и они будут нормально ничего там с ними не случится не переживайте с этой стороны они будут мокренькие моем абрикосы все-таки блин и так удобно тут водичка тут вот она с дырочками фикс прайс кстати покупал просто поднимаешь вся вода остается выливаешь и все они уже не такие мокрые то есть не выбираешь вот это не мучаешь их они у нас уже чуть-чуть полежали немножечко вот портится начинают сегодня будем делать с вами пирожки правда это будет скорее всего отдельный ролик но чуть-чуть я покажу потом что у нас там получится так поставили мы штатив чтобы показать все это а то держать больно никому так мою получим уже третий раз кстати дима сказал надо три раза полоскать ну три раза вот так вода там стекает поднимаем кстати очень удобная вещь экспресс еще продавали такую круглую и обратно ее вставляем дима так моем вчерашнюю черную смородинку тоже кстати очень удобно так раз раз шир-шир всякие там козявки все убегают остается внизу раз шир-шир подняли и все можно поделать я кстати подумала может быть вот эту то я заморожу я подумала может быть варенье надо бы сделать черно-сморозина но уж мне черно-сморозин потому что очень больно нравится стала еще во время беременности я вдруг неожиданно полюбила ее принципе это это он так до этого нам просто относилась как ягода ягода абрикосины там лежат жду пока муж принесет мне сметану с магазина буду сметанное тесто делать дрожжевое не очень люблю его катаешь 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 раскатываешь раскатываешь она сужается мне прям это бесит очень сильно потом получается хлеба больше начинки мало я думаю наверное сделать баночки две-три то есть него там прям ух делаешь этого варенье там баночки две-три вот так вот вот перекусить поесть в принципе можно можно сделать чуть-чуть так теперь мы с вами будем выдувать воздух оттуда это наверное мое самое любимое занятие выдувать воздух надо его знаете как вот так вот раскладывается вот так вот плоткий такой мешочек делается вот чтобы они знаете вот клались вот так вот слоями друг на дружку как кирпичная кладка вот так тын 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 так удобнее а не просто когда комьями вот а потом вот так натягиваем с вами вот так натягиваем у меня мама так всегда делает натягиваем и высасываем воздух опа кстати вот у мамы получается очень хорошо воздух высасывать мне не так не настолько хорошо видите она сразу какая-то и воздуха там нету и удобно вместо больше даже так вот видите такая плоская то еще и воздух там место занимает зачем-то с с вот на на в в в в в в в Третий раз. Чем ближе у вас будет дырка к ягоде, тем вам будет проще выдувать оттуда, ничего не будет мешать, а то иначе мешок мешать начинает. Вкусно, очень воздух вкусный. Я еще, кстати, если вы заметили, снизу ее вот так вот потряхиваю, чтобы воздух весь вышел. Не знаю, мне кажется, что это что-то такое. Тут побольше получилось. Все, получилось три пласта. Убрала заморозку, достала другую. Творог. Решила я его разморозить. Наверное, мы его съедим, потому что я чувствую, что мы не скоро пойдем на рынок за творогом. Вчера мы пошли, но пришли в итоге к 12 часам, пока обошли все. Тут я, короче, что-то достала замороженное. Уже не помню, что, блин, надо записывать реально. Я даже не представляю, что это. Думаю, суп, но навряд ли. Что-то, блин, я даже не знаю. Самое интересное то, что у него запах практически не будет. Так, тут я эксперимент сделала. Заморозила ряженку. Решила, наверное, блины буду делать на неделе. Вот, пускай будут. Так, тут на компоте у нас обрепиха. Абрикосы нашла. И тут какой-то укропчик подозрительный. Дори укроп это. Просто положила его, что-ли. Короче, это, не знаю, заморозил. Сейчас обратно, наверное. Порезать надо было его и заморозить нормально. Вот. Видимо, я вспоминаю просто какой-то укроп. Мама мне давала укроп, но я даже не помню, куда я его делала. Видимо, я его просто вот так положила и заморозила. Потому что смотрю, пакет зеленый, дачный. Скорее всего. Ну, ее нужно добавить куда-нибудь. Какой-нибудь бульончик можно просто бросить. И он будет очень-очень ароматный. Я раньше, кстати, так делала. Оставляла от укропа всякие палочки. Их замораживала. Потом я их клала в суп. Они варились. Потом я их вытаскивала. И был очень ароматный такой бульончик. Тут тоже можно делать так же. Вот. Все. Компотик сейчас еще сделаем с облепихой. А то уже скоро пойдет своя, новая, свежая. А это все прошлогоднее. Так. Тут я отварила картошечку в мундире. Это нам на вечер с Димочкой. Мы будем кушать. Я запеку еще баклажан. У меня есть замороженный, чтобы освободить морозилку. Заодно проверим, как он будет. И здесь какой-то подозрительный фарш. И тут, кстати, тает у меня пачка масла. Ну вот, наконец-то она начала таять. У меня одна там есть. И туда нужно чуть-чуть какой-то кусочек добавить, чтобы получилось 200 грамм. Это на сметанное тесто. Еще муж скоро сметану принесет. У меня все супер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok